Скажи, пожалуйста, что на данную минуту тебе известно о случившемся? Какие версии ты выдвигаешь, какой версии ты придерживаешься? Могло ли это быть делом рук Российского Министерства обороны? Действительно это ПВО? Или по останкам и по первой реакции кажется, что это действительно бомба на борту? Как ты оцениваешь ситуацию? Судя по тем кадрам, которые я видел, точно можно сказать, что с огромной долей вероятности что-то произошло с самолетом в воздухе, то есть он взорвался явно, потому что падает он по частям. Обычно если самолет, что-то у него сломалось, отказали двигатель, он падает целиком, не разваливается в воздухе, редко такое бывает. Плюс все-таки вот этот бизнес-жет, это небольшой самолет, он тоже не должен так легко разваливаться. То есть либо действительно подрыв в воздухе, либо зенитная ракета. Москву, резиденцию Путина и так далее, сейчас их наставили очень много, то есть это более чем вероятно. Ну и взрыв на борту тоже, конечно, возможен. Я уверен на 100%, что сейчас у всех российских официальных властей они будут разыгрывать вот эту карту теракта, то есть рассказывать, что это 100% теракт на борту. Наверняка придумают, что это какие-нибудь там украинцы. Есть там разрушение от поражающих элементов зенитной ракеты или нет. Ну теракт, взрыв и взрыв-теракт. Будут такую версию раскручивать как раз, чтобы возможно скрыть свое участие. А то, что Пригожина могли вот так вот ликвидировать, ну это активно это сделать. То есть показать, что не надо идти против Путина, Путин вас все равно убьет. Вот такой вот сигнал всем остальным, кто может быть хочет сделать то же самое, что и Пригожин. Ну конечно, я тоже всех призываю дождаться сейчас информации точной, что Пригожин погиб, потому что летело два самолета. В одном Пригожин был как-то, ну Уткин, тот, который как раз Вагнер, да, глава, вот именно военный руководитель ЧВК Вагнера. Да, вот как раз его фото знаменитое. То это значит, что все, ЧВК Вагнер будет уничтожен полностью. Ну то есть либо кому-то переподчинен и превратится во что-то другое, либо просто будет окончательно закрыто. Даже, наверное, если Уткин не погиб, а только Пригожин погиб тоже, потому что Уткин, он именно военными делами за нем скажет. А скажи, я сейчас вижу в патриотических телеграм-каналах, в патриотических, я беру в кавычки, в зет-людоедских телеграм-каналах, сообщение о том, что это могло быть местью за сбитых русских летчиков, которые были сбиты пригожинцами во время неудавшегося мятежа. Скажи, пожалуйста, это оцениваешь, ну то есть это может быть действительно местью и таким злой местью со стороны Герасимова и Шойгу, или это просто циничная расправа за то, что покушался на Путина, и вся эта история с отпуском его в Беларусь, и потом отправлением в Африку, все это было просто выпусканием пары, действительно готовилась ответка жестко на то, что покусился на военный переворот 24-26 июня, если не ошибаюсь, этого года. Что касается мести, мне кажется, вот это как какой-то, да, частный больше мести, мне кажется, что если это какая-то личная месть, то вряд ли возможно такое провернуть, ну именно там запустить ракету, скажем. Ну бомбу подложить, конечно, может и человек-одиночка, допустим, какой-нибудь друг этих сбитых пилотов, или просто какой-нибудь человек, которому это очень сильно не понравилось, и вот он сделал делом своей жизни, я не знаю, там, попасть на борт к Пригожину и подорвать там бомбу. Если речь о зенитных ракетах, то в одиночку, вот так вот бесконтрольно, куда попало, их запустить довольно сложно. Плюс, как я понимаю, там еще надо было поймать момент, точно навестись, все-таки там, ну, наверное, трафик существенный, воздушный в это время между Москвой и Санкт-Петербургом в этом районе. Что касается мести Шойгу там и Герасимова, да им как раз плевать абсолютно на пилотов. Им главное, чтобы их за это как-то не прижучили, и вот любить-то их за это не будут. Ну, то есть даже если как-то кто-то даст понять, что это вот так вот Шойгу отомстил за своих пилотов, все равно сильно отношение к нему от этого не изменится. А лично ему, конечно, плевать на людей, на любых, что на пилотов, что на там пехоту, на кого угодно. Ему важны вот деньги, дружба с Путиным, и вот это все. Как и всем остальным там верхушки Кремля. Поэтому я думаю, что если это действительно какая-то атака, да, зенитной ракеты или подрыв, то это, ну, процентов 95 я бы давал, что это прям санкция Путина. Сто процентов. Никто бы другой просто не решился бы на такое. Сейчас тем более, да, еще там лет 20 назад, еще можно было бы там, ну, не 20, может, там, 16, да, 15 лет назад. Можно было еще думать, что там какие-то есть параллельные силы. Сейчас такого уже не существует, конечно. На все, на такие серьезные действия должна быть санкция Путина. И я думаю, что это именно вот попытка ликвидировать Пригожина со стороны Путина, конечно. Скажи, пожалуйста, Ян, сейчас некоторые провластные политологи, которые уводят от возможной версии с терактом или с местью со стороны Минобороны, говорят о том, что это могло быть акт мести со стороны Украины в связи с грядущим Днем Независимости Украины, что это такой важный символический жест. В частности, об этом пишет близкий к Кремлю, хотя и славящийся своим любовью к алкоголю и тяжелым веществам, политолог Марков, вот он такую теорию высказывает. Что ты про это думаешь? Могло ли это быть делом рук Украины? Ну, в теории, конечно, да, безусловно. Ну, Украине есть за что мстить Пригожину как минимум. Хотя, конечно, с точки зрения правительства и военных высокопоставленных Пригожин выгоднее в тюрьме, который дает показания и отвечает перед всем миром за свои преступления, чем Пригожин мертвый. Тем более, что Пригожин сейчас уже явно был отстранен от любых действий в Украине. И, ну, только в какой-то отдаленной перспективе, наверное, мог вернуться именно на эту войну. И вряд ли, ну, в целом, конечно, да, в теории это возможно. Но пока нет никаких свидетельств, которые бы это подтверждали. И тут есть еще тоже такой момент, который будет мешать установить эту истину, потому что, понятно, вот как я уже сказал, понятно, что российские власти официально сейчас будут всеми силами доказывать и утверждать, что это именно украинский теракт. И как бы даже если это правда, то люди не захотят в это верить. Ну, потому что все знают, что российская власть всегда обманывает. Поэтому вот, не знаю, если только украинцы сами покажут какие-то подтверждения, сделают там заявление, не знаю, там, расскажут о том, как это было сделано, тогда да. Ну, вот я оставляю на это несколько процентов, да, вероятности. На мой взгляд, все-таки основная версия это именно решение Путина, уничтожить Пригожина. Да, ты знаешь, мы надеемся, что сегодня Михаил Подоляк у нас в эфире появится, мы зададим этот вопрос. Я тогда последний вопрос тебе задам. Вопрос скорее на ощущение, да, ну, вряд ли тут может какая-то быть аналитика, но как тебе кажется, вот эта Z-аудитория, которая была лояльно Пригожину, это довольно большое количество людей, будет ли какой-то с их стороны ответы, действия, недовольство, помимо послов в Телеграме, какой-то выражающийся в что-то большее, в ответ на вероятное убийство Пригожины и Уткина, который был для них настоящим лидером и создателем всей этой группировки? Я думаю, что несмотря на то, что они вот так на словах еще уважали Пригожина и рассказывали, какой он молодец, они, конечно, его сильно побаивались, потому что и от него они могли тоже получить за критику его или за какое-то неправильно сказанное слово, и никто бы их, естественно, не защитил бы от этого, потому что кому там нужен этот десятый военкор в третьем ряду, о котором мало кто знает, у которого канал там на 50 тысяч подписчиков в Телеграме, но, наверное, будет какая-то реакция, и вряд ли, наверное, это все кристаллизуется в какое-то прям явное действие, там, мятеж или что-то такое, я вот такого не ожидаю, но это все суммируется в общее такое недовольство, то есть понятно, что уже есть куча-куча разных моментов, которыми недовольны как военные российские, так и всяческие военкоры и прочее, кто-то высказывает это более-менее открыто, кто-то там кого-то подкупили, и кто-то уже молчит про это, но все-таки это все равно в них внутри сидит, и вот будет еще одна, да, такая капля или там стакан вот этого недовольства, который прибавится. Ну, на что они способны? Ну, честно говоря, я слабо верю в то, что они на что-то способны, потому что они же изначально заняли позицию пассивных продажных негодяев, то есть такую довольно слабую, трусливую позицию, которая не предполагает как раз противостояния сильному, а Путин для них остается, естественно, сильным. Поэтому, наверное, может быть, будет какой-то тихий саботаж, может быть, будут чаще выкладывать какую-то правдивую информацию, какие-то сливы давать, которые бы в иной раз они постеснялись бы давать. Всем привет! Спасибо, что смотрите видео на канале «Популярная политика». Все, что мы делаем, мы делаем благодаря вам. Пожалуйста, распространите ссылку на это видео, поставьте свой лайк и, самое главное, поддержите работу этого канала. Становитесь его спонсором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!